С начала года возбуждено более 430 уголовных дел, мошенничества и кражи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Более 300 преступлений совершены из-за пределов Колымы, 97 – местного характера. Об этом рассказали СМИ на брифинге УМВД. Общий ущерб составил более 70 миллионов рублей. Количество краж с банковских карт меньше не становится, утверждают эксперты. Как же совершаются преступления? Основная схема, она не изменилась, она только лишь совершенствуется злоумышленниками. И она состоит из двух составляющих. Этот звонок под предлогом так называемого сотрудника банка, то есть финансово-кредитной организации, который сообщает о каких-либо проблемах со счетом того гражданина, к которому поступил звонок. Далее действия злоумышленников направлены на то, чтобы максимально получить от держателя банковской карты информацию об его персональных данных, от данных его банковской карты, возможные получения от держателя карты паролей. Например, 51-летняя жительница поселка Сокол подала заявление. Женщина рассказала, что хотела получить дополнительный пассивный доход и перечислила неизвестным почти 4 миллиона рублей. Также 31-летний житель поселка Палатка обратился в органы и рассказал, что перечислил в финансовую компанию почти миллион рублей. Некоторые потерпевшие у нас идут на такого характера вложения, даже беря при этом в различных финансовых организациях кредиты и вкладывая эти денежные средства. Так вот, буквально полторы недели назад одна из потерпевших у нас таким способом потеряла более 3,5 миллионов рублей. Вложив эти деньги, получив два кредита, вложив свои личные сбережения, все эти деньги были похищены. Как же обезопасить себя от мошенничества? В любой нестандартной ситуации в первую очередь нужно успокоиться и все обдумать. Злоумышленники намеренно торопят жертву, получив тревожную информацию о своих счетах, связаться с финансовым учреждением. Для совершения предоплаты достаточно лишь номера карты.